Привить подрастающему поколению интерес к срочной службе, а кому-то возможно и помочь определиться с выбором дела жизни. Более ста молодых людей и девушек приняли участие в праздновании районного дня призывника. Экскурс в военное дело ребятам привели сотрудники отряда ОМОН-ЗУБР. Необычный урок, урок патриотизма предстоит усвоить этим ребятам, причем о тех людей, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству. Поздравить молодых людей и девушек, воспитанников районных колледжей, с днем призывника приехали и почетные гости, сами в прошлом защитники Родины. В армейских условиях воспитывается чувство долга и ответственности за порученное дело, организованность и самодисциплина, умение преодолевать трудности в достижении поставленной цели. И что немаловажно, именно служба в российской армии становится стартовой площадкой успехов в служебной карьере. На сегодняшний день, вот по Щелковскому району статистика такая, 38% мальчишек не приходят на призывные пункты. Это патриотизм, как вы считаете? Я считаю, это отсутствие патриотизма. Потому что всегда защита государства, любовь государства оценивалась именно стремлением защитить его. Пример самоотверженности и героизма. Ребята, гости и ОМОНовцы почтили память тех сотрудников отряда, кто погиб при исполнении служебного долга. На гранитной плите высечены имена 14 человек. Все участники торжества возложили цветы к мемориалу. Их служба и опасна, и трудна. Обеспечение охраны правопорядка на сотнях мероприятий, в том числе на Олимпиаде в Сочи. Участие в десятках боевых операциях. ОМОНу Зубр больше 25 лет. И это не просто отряд, элитное подразделение. Поэтому знакомство с той службой, которую несут ОМОНовцы, произвело на ребят яркое впечатление. Хоть мы не совсем армия, а все-таки подразделение уже специального назначения, но тем не менее мы, по крайней мере, покажем ребятам ту технику, то вооружение, которое сейчас находится в армии. Потому что у нас практически все образцы и вооружения, и техники присутствуют. Поэтому, я думаю, им будет интереснее, чтобы они хоть как-то немножко понимали, куда они потом пойдут, что они будут делать. Такая экскурсия – отличная возможность узнать, как сегодня проходит служба в ОМОНе, пообщаться с сотрудниками элитного подразделения. Здесь ждут молодых ребят и даже девушек. Так немало представителей из прекрасного пола трудятся в кинологическом центре отряда. Но прежде чем попасть в ОМОН, молодым людям, конечно, придется пройти срочную службу в армии. А чтобы показать, как на деле ОМОНыцы применяют свои навыки, гостям праздника организовали показательное выступление. Впечатлила техника, много оружия, люди подготовлены. Ну и что, много красивых мест, оборудовано все хорошо. Срочником по-любому пойду. Все в семье военные. Ну и, наверное, если получится, пойду в летное. Мероприятие ребятам понравилось. А самое главное, ушел страх перед службой в армии. И, возможно, уже совсем скоро некоторые из них пополнят ряды вооруженных сил. Кто на год, а кто и насовсем. Дарья Соснегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково». Дарья Соснегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».